Доброе утро, доброе утро, наши уважаемые дорогие подписчики. Ой, Соня идет. Мы говорили, что едем рано на рыбалку. Сегодня мы не обманываем. Едем. Луна уже чуть-чуть идет на убыль. Эти два дня такая круглая была. Сейчас на убыль идет. Темно. Сейчас будет сразу светло. Четыре часа утра сейчас. Видите, уже светает. Вот главный рыбак. Его не видно, он в синий ключник. Знаете, мы не первые. Но место не занято. Сейчас Саша сядет, проведет меня. Есть выбор. Но я на своем месте. Конечно, рыбка гуляет. Слышите? Кара страится еще. Воды сегодня мало. Смотрите, сколько воды. Вчера была вода. А, вы же не видите, ребят. Ну, так, я сейчас быстренько раскладываюсь, потому что нужно... Смотрите, видите, бульбы на воде. Это карась. Ой, как красиво. Смотри, смотри, смотри. Видите? Вот это гуляет карась. Трется. Видите? Боже, как красиво. О, видите, прямо в камышах. Так, ну все, раскладываемся, потом покажу вам. А, птицы поют. Надо было стоечку взять, включить, и пусть бы вам пела тут. Так, я закинула. Будем ждать. Я могу вам пока показать природу. Вот здесь, смотри. Види, види, види. И хорош карась. Такие, да белый, да белый. Нет. Скажите подсаку. О, нет. Ничего не сделаешь. И удочку туда не кинешь, там камыши. Водоросль он трется. И самка, и самец. Икру мечет, а самец рядом идет. Видите, мой поплавок. Я вижу. Чуть подкормила. Села. Ждем. Пока воду не дадут, вот толчок первой воды, не будет брать. Потому что она в своих заботах. Кто нарастится, кто завтрак готовит, кто на работу собирается. Шучу, конечно, но вот на толчок воды начинают брать. Вот там я вчера видела змею, ребята. Вот эти кушают. Сто процентов, гадюка. Не уж. Да ой, комары. Вот это я не люблю летнюю рыбалку, что комары. Комары, оводы, ну всяко-всячина. Конечно, поверхность воды такая грязная. Вот как будто бы не вода, а асфальт. Вам-то не видно. Пух наверху. А вот сейчас воды нет, и он где-то там вдали, подальше плавает. Ну, тот, который уже способен клевать. Там мамочки лазят. Тут. Тут. Продолжение следует... 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 Спасибо вам большое. Дети рыбачки, удачи. Девушка хотела, наверное, сесть на место. Так, а ну слушай, не дай покажу, подожди, подожди. Смотрите, смотрите, вот мой лоб. Вот эту сейчас мы засолим, богатенько. И карась у меня, конечно, постыдный, но все равно. Ловилась как бешена. Я не выкидала это, потому что Мартику дам. А это засолим, а это доброе будет. Ну, конечно, Саша, ну вылезай, чтобы меня унизить. Все, сливай, я сейчас собираю. Собираем вещи, даже чаю не попьете. Сейчас чаю. Что, вы уйдете, даже чаю не попьете, Сань? Ну, это как обычно в тещи, но нас попьем. Хорошая рыбалка, можно сидеть, можно рыбачить, но я же говорю, что он на лодочке, а этот так и лазит. Карась не растет, поэтому он плохо берет. Вот кобели, извините, самцы подплывают. Ну, а так... Что рыба творила, да, с утра? Да, она и творит, он и сейчас, Сань. А там вообще? И у нас тут, и у меня тут это самое. Ну, вы бачите, что это болото. Вот, вот, это просто болото. Вот ты тянешь леску, вы поняли, да, смысл, почему у меня сегодня было отвратное. Я на рыбалке никогда не скучаю, никогда. А это сегодня у меня было плохое настроение. Так, Санечек, давай попьем чайку. Давай, чего же мы? Ведут еще громче бы сказала. Сейчас мы попьем чайку. Так, я поправляю свои штаны. Я сегодня в длинных штанах, как дура, приехала. В 4 утра думала, будет холодно. Поправляю свои штаны. Лифчик не одела, уже сгорела прямо. Так, ну, черви уже все. А, вот еще были, гляньте. Ай-яй-яй, ну ладно, кину их в коробку сюда. Нет, ну, это мне не нравится. Место хорошее, но надо искать что-то другое, чтобы не было... Во-первых, солнца, чтобы когда встает, не было глаза. Там вон тень. А что ты мне... А что ты хотел в город? Хочешь в город, а поехала в город. В город. Так, сейчас мы попьем чаю дружно. А что тебе термос нельзя в санечек? Ну ты, ну ты, елки-палки. На. Опа, держи. Попьем чайку. Сядем. Ой, присядем. Воды сегодня мало. Ну, так еще же рано. Если мы в 10 приезжали, то понятно. Сейчас ее попрут и будут отзываться, обзываться, обзываться. Но если бы был ветер. Вот, если бы ветер на полчаса такой, дунулся караул, чтобы раздуть вот эту гадость. Отсюда туда. Да, отсюда туда. А ветер оттуда сюда сейчас. Ну да, и вот поэтому его несут. Конечно. И течение ждали. Да, то сюда. Угощайтесь чайком. На природе... Дома не такой чай вкусный, как на природе. Вкусный-кусный. Так, чтобы эту сетку не забыть, потому что я одну забыла в потоках. Вот так. Так что такие девушки. Сегодня не ужин, не змей. З утра вон еще сплять. Никто ничего не прилазал сюда. Сплюнула. Не, ну надо. Я сижу, смотрите, в какой дыре. Эта же дорога вот там. И вон она меня побачила. Ты чуешь? А я думаю, она идет, наверное, спросить. Вы уже уезжаете? Можно мы на ваше место встанем? Как вчера та женщина, что говорила. Это наше место и матом, и матом. За эти рыбаки. Так когда уже... Они приехали, наверное, шашлыки-то водку пожарить. Так жарьте там, где берега нет. Вон, места куча. Культурное. А я не культурная, конечно. Ну, ребяточки, 33 сегодня на солнце не выдержишь. Ну, его нафиг. Вот это посидели все и домой. Авенчары. Хотел показать. Вот смотрите, что говорится, что растения на свободе. Дожди были. Вообще шикарно. Посмотрите, какая роза здесь. Она во дворе такая была какая-то. Смотри, какая красота. И этот цвет розы я вам не могу передать. Она такая нежная. Плохо видна. Вот, смотрите. Нежно-нежно-розовая. Я ее вынесла сюда. Теперь уже жалею. Она такая красивая. Ну, пусть растет. Вон, возле этого все обрубала. Видите, пенек пропадает. Какие грибы растут на нем. Это же какие-то микробы. Фасоль какая. В этом году тоже спасибо, что были дожди. Она даже та, что не хотела всходить. Она повсходила. И слава богу, кустик этот отошел. Смотрите, а то же такой задроченный был. А сейчас отходит. А ну, это ковунчины ковун, ребята. Вот он ковунчик. Надо его полить и побрызгать. Вот один, смотрите, ковунчик. Ох, и бы дал бог, что он вырез. Больше немало. Да, это ковунчик, ребятки. О, сейчас что-то здесь шло. Может ковун, а может нет. Сейчас вот такая тень. А вот видите, что делают коты. Все вырывают. Без разницы. Так, надо будет Саша сказать, чтобы он обработал ковунчики. И эти кабачки тоже. Я их прорвала. Видите, надо было можно... О, боже. А здесь, смотрите, как засеялся Ворьян. Девушка твой Маташкин. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Краснеет уже. Скоро мама приедет, значит. Красненькая. Ммм, вкусно. Ароматно. Супер. А я думала, что нет. Ну, слава богу, я их... Ну, поливать не надо, но мукрая. Надо побрызгать просто. Порошок пошел после дождя. А вот у соседей, смотри, какая красивая роза. Цвет. Она, конечно, не полная, но цвет вообще обалденный. Смотрите. Она сиреневая. Не знаю, вьющаяся это или какая. Смотрите. Цвет просто обалденный. Просто. Она пусть вырастет. Надо будет этот череночек посадить под бутылку. Может вырастет. Я за цвета. Сиреневая. Просто сиреневая. Уже здесь соседи вот... Половина не живут, так это же хащи. Просто хащи. Так, ладно. О, какой же порошок. Ой, ну очень красивая роза. Посмотрите. Она прямо украшает этот угол. Да? Нафиг. Ирина там даже прикопала. Говорит, можно я веточку, чтобы она приросла? Я говорю, да сделай. Очень красиво. Она прямо тут такая благородная. Обалдеть. Вон и ха. Я возьму веточку, посажу, во двор занесу. Пошли мы хорошие заниматься дальше делами. Сейчас рыбу дома доведу. Вот классно было бы соединить ту розовую с этой, да? В одну эту посадить. Я так, наверное, сделаю. Они как переплетутся. Бледно-розовая. И вот эта розовая. Какая красота будет. Сказочно будет. Но это действительно красиво. Что-то я не догадалась ее посадить здесь. Она переплелась бы. И такая красота была. Ковер. Ничего, я веточку возьму. Присажу под бутылку и посажу.